Доброго времени, дорогие любители домашних и экзотических растений! Вас приветствует студия Терра Хейлинг и я, Елена Сухорокова. И наш сегодняшний обзорный обыск объединил в себе рассказ о трёх видах пальм саговой, горной карликовой и самой настоящей красавицы Левестония. Годом ранее мы совместно подобрали для них грунт и осуществили пересадку. Конечно, февраль – самый подходящий месяц для того, чтобы оценить состояние растений перед началом весеннего роста. Корневая луковка цикосоревалюты за год вдвое увеличила свой объём. Она плотная и имеет здоровый вид пуховой розетки. Полуглянцевые тёмно-зелёные листья у самого основания луковки стали плотными, покрылись коротким опышением цвета кедрового орешка, приняли причудливо изогнутую форму, а значит, растение вступает в стадию репродукции. Год назад мы полностью изменили почвенный субстрат саговнику. Крупные фракции природных ингредиентов, входящих в состав субстрата, обеспечили корням хорошую аэрацию и позволили избежать эффекта мокрых ног. Корни цикоса надёжно защищены от перелива и свободно развиваются в лёгком субстрате. Растение не досвечивается, находясь на естественном освещении рядом с окном. Я полностью исключила опрыскивание. Вместо этого два раза в месяц устраиваю тропический душ чуть тёплой водой в холодное время года и раз в неделю летом. После пересадки долго не прикармливала растение и только ближе к осени стала чередовать полив органикой и минеральными удобрениями раз в 10 дней. Приобретая растение из самого мелкого кластера, у нас есть возможность с нуля вырастить полностью адаптированное растение. Северное окно, практически лишённое солнечного света, пришлось по вкусу горной карликовой пальме, хамедореей изящной. Зимой у самого оконного стекла температура не выше 18 градусов, но хрупкая зелень необычайно свежа, а тонюсенькие стволики набирают силу. При таких условиях зимой полив минимальный раз в 7-10 дней. При низкой комнатной температуре почвенный субстрат надолго остаётся влажным. Хамедорея растёт медленно, осторожно выпуская не более 3-5 веточек в год. После покупки я подстраховалась и наряду с другими растюхами досвечивала фитолампой. И только когда убедилась, что несколько стволиков жизнеспособны, перевела пальму на естественное освещение. Подрущенная и адаптированная пальма оказалась нетребовательной к свету. И всё же, если вы разместите растение в глубине комнаты, не забудьте подвести к ней дополнительное освещение. В холодное время года я исключила опрыскивание. Пальме вполне хватает конденсата от разницы между комнатной температурой, батареей топления и холодным окном. Летом стараюсь порадовать Хамедорея душем приятной комнатной температурой и чередованием скромных порций органики и минеральных удобрений раз в 10 дней. Красавица Левистона – самая быстрорастущая пальма в моём интерьере. Находится на естественном освещении без дополнительной досветки. Горшок с Левистоной размещен на поддоне с влажным керамзитом. Влажной микрофибровой салфеткой раз в неделю удаляется пыль из загрязнения с её великолепной веерообразной короны. Раз в две недели в холодное время года устраивается тёплый тропический душ в ванной комнате. И несмотря на это, более взрослые двух-трёхлетние листья немного подсушили кончики. Для обеспечения здорового декоративного внешнего вида жительница океании остро нуждается в высокой влажности. Левистона медленно наращивает новые листья. Лис живёт в течение нескольких лет, поэтому каждый лист на счету. Небольшая просушка почвы между поливами. И в любое время года влажность воздуха. Два раза в месяц подкормка слабым раствором органики, чередуя его с минеральными удобрениями. И тогда Ваша Левистона обязательно отблагодарит Вас появлением нового листа. А мы желаем здоровья Вам и Вашим домашним любимцам. Подписывайтесь на канал Тера Хайлинг и ставьте лайк. Субтитры подогнал «Симон»